Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня наш коллега из Москвы Алексей Моисеев. Алексей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, трейдеры! Что интересного сегодня видите на рынке, на что посоветуете обратить внимание? Рынок, мне кажется, достаточно интересный. Советую обратить внимание на данный момент. Я лично так интенсивно торгую доллар, рубль, сил. Получается, в этом месяце у меня такая хорошая прибыль по нему, у меня хорошая, и моя итоговля. Демонстрацию рабочего стола. Давайте, расскажите нам, куда вы его торгуете. Мы попробуем повторить ваш успех. Повторять не надо, потому что, насколько я часто на форумах, так, чуть не показывает. Поделиться нажимаем, и сейчас все будет, куда оно денется. Так, первое, что хотелось сказать, ну, об этом все говорят, как бы, динамика стоимости нефти в рублях, соответственно, штурмовали 4 тысячи, 4 тысячи, как мы видим, с 98-го года, если посмотреть графику, вообще, как бы, великолепно выглядит. И вот последнее время, сколько я смотрю, как бы, у нас до... нефть достаточно хорошо росла, а рубль-доллар, как ни странно, у нас, как бы, немножко подвисал, и вот в этом месте не хотел идти вниз. В этом я вижу некую силу доллара по отношению к рублю на данный момент. на данный момент. Почему? Сейчас останавливаюсь. Начну с пятилетнего графика, как всегда. Хорошо, Алексей, а можно нажать кнопочку «Скрыть» на белые полоски, а то она мешает нам смотреть. Так вот, это у меня пятилетний график, пятилетний график. Видим, что пока что у нас верхние объемы немножечко больше, чем нижние, немножечко больше, чем нижние. Это берем внимание, соответственно, о том, что тут можно видеть по структуре. Конечно, у нас доллар Си пока что все-таки небольшая история, небольшая история, очень сложно как-то по аналогии, по истории, искать какие-то похожие ситуации. Но если смотреть по анализу, как бы, что мне кажется, то что, ну, понятно, что здесь большая ликвидность, у нас большая ликвидность, и вот тут в этом большая ликвидность шартовых заявок, здесь лонговые заявки, но на данный момент я все-таки больше склоняюсь к лонгам. К лонгам. Сейчас я перейду на другой график. Вот это у нас более мелкий график, два с половиной года, два с половиной года. Соответственно, на двух с половиной лет мы видим то, что зона стоимости, у нас образуется некий баланс, туда же была некая провокация. Максимальный объем и снизу, и выталкивает все это вверх. Хотелось бы особо обратить вот на эту вот структуру. Видим то, что, ну, вот это 58-650, по-моему, позапрошлое выступление, рассказывал, что это у нас за сопротивление, почему мы от него отталкиваемся. Сейчас жду все-таки пробития этого сопротивления, ухода котировки выше, куда-нибудь в район вот этого сопротивления, куда-нибудь в район первая цель, 59-200, может быть, куда-нибудь сюда. Пока что жду. У меня самого, как бы, лонговое направление у всех позиций по рубль-доллару. И, как бы, я уже говорил, то, что сейчас вот у меня стратегия в основном, я страхую опционами, пытанием. Как бы, это вообще у меня месяц отлично получился. Как бы удалось взять вообще все движения, в шорт, в лонг, по доллар-рубль. И, соответственно, как бы у меня практически 70% позиций уже, они зафиксированы прибылью. То есть, как бы, стоп он уже оплаченный и уже в прибыли идет. Так, отправляем сейчас на более мелкие графики. Вот у нас более мелкий график, соответственно. Что мы видим? Здесь был, опять мы уже несколько раз, вот этот вот, я, 57-920 у меня был уровень, я 16-го сместил его на 58. Соответственно, пробивали его, здесь возвращались. Для меня выше 58 внутри дня, это только лонги я рассматриваю, никаких шартов. Если опустимся ниже, то буду рассматривать шарты только внутри дня. Средний срок пока что только лонги я смотрю. Думаю, то, что мы в ближайшее время все-таки увидим пробой, 58-650 ухода вверх. Дневная вчера, как бы, вообще, вот по рубль-доллару, я еще более мелкий график покажу. То есть, вот мы видим, что тут двухчасовой график у нас, в принципе, не видно по объему ничего, но вот хорошо видно на 15-минутной графике. Вот эти вот объемы мы пытались в понедельник их породить. Вообще, понедельник как бы знаковый день для меня был, в том плане то, что мы в первой половине пошли вниз. У нас была такая структура реверсного дня. Как бы, я уже давно заметил, то, что если в понедельник у нас реверсный день, а сейчас я переключусь чуть позже на внутридневную торговлю, я покажу свои минутные графики, там четко будет видно, что это реверсный день. В шестом часу вот эти вот объемы набрались, и уже на вечерке, как бы, я сильное значение не продаю к вечерке, опустились вниз, как бы, да. И потом вот это вот, как котел у нас, котел, да, и вот на котле, ну, сковородка или кастрюль, то, как называется, на выходе вот тут образовался объем, который спецсионировал верх, который тоже говорит о том, о том, что котировка собирается идти гораздо выше. Плюс вот эти вот у нас запасы по нефти, запасы по нефти, которые, скорее всего, будут располагать к снижению котировки нефти, думаю, то, что помогут рубль-доллар толкнуть вверх. Соответственно, сейчас я покажу свои графики по... Так, внутридневные. Давайте. Алексей, какое значение вы точно вкладываете в понятие реверсный день? А сейчас покажу. Давайте. 26 число. Так. Так, что... Что для меня реверсный день? Вот смотрите, вот он, был понедельник. У нас было сильное открытие. Вот эта вот структура называется у Далтона, у Далтона, как открытие ход. Это самая сильная структура. То есть на открытие... Ну, некоторые называют это гэпом, но у Далтона это называется открытие ход. Резкое снижение. И когда мы находимся в тренде, в тренде хотя бы среднесрочно, такие дни, конечно, рекомендуют торговать в шорт. То есть обычно случается откат и движение вниз. Ну, когда инструмент находится в балансе, такие дни нередко заканчиваются или реверсом, таким сильным, как вот этот вот реверс, да? Хотя, как бы, я называю его второй степенью, к реверсу, да? Иногда... Ну, то есть реверс, реверс – это разворот, правда, проще говоря. Да, это разворот, это разворот. То есть вот мы видим, обновили начало дня, соответственно, да? Иногда дни складываются, вот, видимо, тут вот большие объемы у нас. Это минутный график, соответственно, да? Большие объемы. Вот это вот очень хорошая структура, очень хорошая структура для понятия именно реверсного дня. То есть мы видим то, что было приложено усилие для того, чтобы толкнуть котировку вверх, и обновление вот этого максимума было на хороших объемах. Часто, ну, гораздо чаще мы видим то, что вот такие дни, они заканчиваются, как бы, до сюда доходят, и котировка, ну, вот, на волатильности вот так вот идет, да? Вот это вот называется такой короткосрочным реверсом, то есть, ну, обычно они в балансе происходят. Ну, вот такая позиция для меня именно большая сила. Если бы котировка еще здесь вот осталась, как бы, не так сильно стала, а мы видим то, что вечерка, она все-таки опустилась ниже открытия дня, ну, я сильное значение не продаю, как бы, да? Ну, если брать тайминг недели, вот, как строится неделя, соответственно, да, то я вот раньше толговал РИ, СИ, потому что они, ну, не сильные, недавно начал торговать так плотно, до этого толговарил РИ. Когда неделя открывается вот именно таким реверсным днем, зачастую случается то, что она, эта неделя превращается в достаточно хорошую трендовую неделю. А трендовая неделя, то есть, понедельник, вторник, среда, обычно на четверг уже спад идет тренда, и пятница уже фиксация позиции. Соответственно, для меня я подразумеваю то, что видеть все-таки трендовую неделю вот этого, да, учитывая то, что сегодня помогут нам котировки по нефтим, учитывая то, что и вчерашний день у нас закрылся выше 58, соответственно, и вот этот вот объем, который был фиксацией перед вечерком в 6 часов вечера, да, мы перепозиционировали, уже торгуемся выше, как бы, ну, такие вот мысли у меня по... Я понял, кстати, Алексей, пока отсюда не ушли, вопрос. Реверс в балансе, вы сказали. А это что вы имеете в виду, реверс в балансе? Реверс в среднесрочном балансе, например, в месячном аукционе, так сказать, то есть это Делмайер из такого понятия, вот Галтон, аукцион, да, то есть вот мы видим, то есть вот фактически у нас получается, это у нас 5 месяцев, да, график, то есть некий баланс образовывается, верхняя граница, нижняя граница, верхняя граница 58, 650, то есть, ну, явно мы работаем здесь в балансе. То есть тренда, как выраженного, нету. Я понял, баланс – это боковик, в нашем понимании, торговый диапазон. Да, да, боковик. Все, понял, ага, спасибо, едем дальше. И еще тоже, как бы, замечено то, что, ну, опять же, на РИ, последние два года у нас, как бы, тренд шел вверх, вверх, да, и очень часто, даже я вот на Ютубе видел некоторые стратегии, да, первая половина дня идет вниз, первая половина дня, где-то в районе обеда фиксируют позиции и кидают котировку вверх. То есть вот тоже хороший признак тренда, как бы, вверх в данном случае. И вот некое подобие мы сейчас, я сейчас вижу на Си, хотя, как бы, статистика у меня вот именно по Си в данном направлении особо нету. Но все равно для меня 58,3,0, вот это вот на данный момент, все, что выше, все откаты внутри дня пробую покупать, внутри дня пробую покупать, и все-таки цели пока что для меня, ну, выше 58,650. Надеюсь, что на этой неделе мы увидим пробитие. Ну, если уйдем ниже 58, то, соответственно, внутри дня, ну, так образно говоря, 10 контрактов продал, 10, 8 зафиксировал, 2 оставил, без убыток поставил, а вдруг котировка пойдет значительно ниже. Ну, примерно вот такая вот философия, соответственно. Плюс тут еще надо добавить то, что я смотрю график 7 дней, вот так вот он выйдет, график 7 дней, да, что мы видим на 7 дней, тоже как бы вот это вот двойное дно, второе дно выше, чем первое дно, тоже характеризует то краткосрочной трендовостью инструмента Си на данный момент, да, максимальный объем у нас ниже, говорит о том, что вообще как бы рассматриваю как-то вот в средний срок, буду присматриваться к шортам, если вот этот вот максимальный объем переместятся вверх, и будем торговаться ниже. Ну, это как бы длинная тема, рассказывать об этом долго, пока вот то, что укладываюсь в эти рамки. Следующий инструмент – нефть. Тут по нефти, что самое главное хочу сказать вот для себя. Пять лет тоже смотрим, да. Вот все инструменты, они в принципе достаточно разные, и вот если сравнивать и нефть, и РТС, их вообще сравнивать нельзя, они совершенно разные инструменты. Если на нефти там имеется хорошая память рынка, то на РТС памяти в принципе она очень краткосрочная. Это вот для меня основная разница в анализе этих инструментов. И когда смотрю на нефть, вот вижу максимальные объемы, пяти лет они находятся ниже. И видим то, что распределяются они в покупку именно в пять лет. А нефть, ну, это направление как бы раз в полгода, оно не меняет в глобальном, как бы, да, в глобальной перспективе. Пока в глобальной перспективе все это выглядит очень лонгово, очень лонгово. Сейчас пока вот у нас у меня 71,5, 71,5 зона сопротивления. Где-то мы торгуемся чуть ниже ее, чуть ниже ее. В краткосроке, в краткосроке у меня пока что видение рынка, видение рынка. Ну, прошлой неделе у нас была такая трендовая неделя, да. Недели они тоже редко повторяются, редко бывает, что две недели они трендовые. Поэтому если была прошлая неделя трендовая, все-таки эта неделя, я думаю, что она будет, скорее всего, какая-то балансная или волонтильная. Поэтому вот такого вида подразумеваю. Тем более мы вот эти вот последние два дня не видели. Тут каких-то, видите, уменьшается объем последние два дня. И сильных продаж не видно, и роста сильного не видно, что покупают эту котировку. Ну, в среднесрочной перспективе у меня два плана. Два плана. Если мы все-таки уйдем, котировка вверх пойдет, да, начнем закрепляться выше, ну, скорее всего, пойдем выше, не знаю, может быть, даже в район 75, может быть, 80. Если, ну, опять же, надо смотреть, как будет у нас вот эта вот неделя располагаться. Для себя по нефти все-таки я сегодня думаю поторговать, может быть, на запасах. Торговать я буду после вечернюю сессию, вечернюю сессию. Если все-таки на запасах у нас даст котировку вверх, даст котировку вверх, будут набираться объемы. По таймингу, то есть это или в 8 вечера, или в 9 вечера, на сколько часов, при выбросе объемов на минутку, буду искать с маленькими стопами, это непременно условия, варианты движения вниз. То есть вот такой план у меня по нефтим. Если что-то будет не сходиться, сразу рваню вниз, то я уже буду вне рынка, как бы, для меня это будет не очень интересно именно по нефтиму. Слышно меня, да? Конечно, видно и слышно. Так, 5 минут у меня осталось, да, как я понимаю? Да, да. Ну, тогда мы посмотрим Большой Сбербанк. Сбербанк. Давайте. И вот Иван пишет, какие мысли по Лукоилу. Лукоилу редко смотрю и... Не хочу, не хочу, не буду, понятно. Не то, что не хочу, не буду, просто, если я готов, а вот так вот с кондачка смотреть одним глазом, смысла нет. Для меня как бы... Анализ инструмент, это с больших темфреймов к маленьким. Вот так вот глянуть минуту, тут ничего не скажешь, как бы, для меня. Ну, это по Сбербанку, что могу сказать. Ну, на следующую постараюсь подготовиться к Лукоилу, посмотреть, что там. Два варианта. Я уже писал то, что, вот, как мне кажется, вот рисуют котировочку голова-плечи на данном этапе. Поэтому основной вариант для меня, основной вариант, я все-таки склоняюсь к тому, что... И мы видим то, что на падающих свечах у нас растет объем, здесь у нас пытался котировка вырасти, сверху объем на дне набрался, не пустили вверх, да. Все-таки, если мы все пробьем 25-150, пробьем, увидим на пробитии объемы, которые распределятся, может быть, на часах они, которые распределятся вниз, распределятся вниз. Потом и на тесте 25-150, опять же, будем смотреть котировку, как она будет, да. Но на тесте 25-150, это очень такой интересный вход для шартов, именно на тесте, сверху, снизу вверх, который будет располагаться. Можно взять достаточно интересное движение. Даже, может быть, в район куда-нибудь 23-400. 23-400. Вот так. Ари, Ари у нас... Видим, потихонечку снижается котировка. Вот я тут, по-моему, отмечал, 122-100 у меня была поддержка, да. Вот он, этот объем, который фигурировал у нас, оббросил резкотировку вверх. Его мы должны пробить сейчас. Сейчас именно в шарты, опять же, очень сложно заходить, потому что на таких поддержках в долгосроке шарты, они будут приносить только убытки. Но если мы все-таки пробьем 122-100, опять же, на тесте 122-100 прекрасный вход в шарты будет, да. Ну, при наличии каких-то объемов, опять же, это уже надо смотреть внутри дня на минутных графиках, как это все... Достаточно интересно. Достаточно интересно, как мне кажется, будут шарты. Так, ну, время заканчивается, если есть какие-то вопросы. Хорошо. Спасибо большое. Вам, Алексей. Как у вас, вы говорите, хорошее, получается, месяц на доллар-рубле, в частности. Если в процентах посчитать, сколько это приблизительно? 2 процента, депозиту 3, я не знаю, тысяча. Ну, вот у меня сейчас 4 счета. Из них на 2 я веду торговлю. То есть, знаете, вот это вот сложно сделать, посчитать, потому что у меня есть один счет, я на него захожу раз в месяц. То есть, я специально разбил все свои стратегии на разные счеты, потому что очень сложно понять, какие стратегии приносят, какие-нибудь приносят. Конечно, приятно, когда раз в месяц заходишь в какую-то сделку, и они приносят прибыли не меньше, чем каждый день торговля, когда ты видишь на историю. Один счет, который мне вот хорошо сейчас плюсанул, это я им торгую, опять же, на неделю, то есть я покупаю акционы, путы по оси, недельно отклоны, то есть в определенных позициях, соответственно, и в лонг стою по фьючерсам. Соответственно, у меня получается оплаченный стоп, оплаченный стоп на неделю. И так получилось, что на этой неделе получилось взять и лонговый, то есть так, в принципе, у меня лонговая позиция по оси, в этих, в 8 часах. Соответственно, если я вижу большое движение вверх, по оси, я половину позиции фиксирую, жду отката и опять покупаю. И тем самым я уменьшаю стоимость своего хеджирования. Вот вчера, для меня уже стоимость хеджирования была полностью оплатена. То есть у меня фьючерсы, они квартальные, а именно вот недельные опционы, уже до экспирации 2 дня, но они уже у меня вышли в плюс. Я уже даже, если по этому войсу, ну, примерно вот вкратце так. Наверное, сложно. Понятно. Я понял. Тем более, если опционы, там посчитать не так все просто. Самое главное, вы довольны, мы это поняли, и нам этого достаточно. Спасибо большое, Алексей, вам за ваш обзор. Очень интересно. Конечно, ждем через неделю вас, ждем с новостями по лоб-пойлу, если получится, раз есть такой интерес у наших коллег. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо всем, кто меня смотрел. Удачи в трейдах. До свидания. Спасибо. До свидания.